Тогда никто и подумать не мог, что угрозы пенсионерки скоро станут реальностью. 2005 год. До Нового года оставалось несколько недель. Восьмилетняя девочка Настя Алексеенко вместе со своей подружкой возвращались после школы домой. Березовка небольшой поселок, поэтому девочки быстро добрались до дома. Попрощались и Настя зашла в свой подъезд. Но добраться до своей квартиры ей так и не удалось. Это был последний раз, когда девочку видели живой. Настю Алексеенко искал весь поселок. На одном из допросов подруга пропавшей девочки рассказала сотрудникам, что в тот самый день вслед за девочкой в подъезд вошла бабка Соня. Жукову сразу же вызвали в отдел и стали расспрашивать. Она подтвердила, что действительно видела Настю в тот день, и они вместе зашли в подъезд. Но по словам пенсионерки, девочку кто-то окрикнул в последний момент, и она выбежала на улицу. Тогда никто и подумать не мог, что старуха дала ложные показания, чтобы запутать следствие. Примерно через две недели после исчезновения Настю Алексеенко все-таки нашли на свалке, в пакетах, разрубленную на кусочки. Страшную находку обнаружил один из жителей поселка. Мужчина проезжал мимо и увидел на обочине большой пакет с мясом. Вы не поверите, но мужик забрал его домой, с собаком. И только в квартире понял, что именно он привез. В пакете находились человеческие останки. Испуганный мужчина, несмотря на страх, позвонил в полицию и сообщил о страшной находке. Пакет с останками изъяли, и мать бедного ребенка подтвердила. Изрубленные куски мяса – это все, что осталось от ее ребенка. Убийство школьницы потрясло всю Россию, однако убийцу так и не нашли. Софья Жукова осталась на свободе и совершила свое следующее убийство только через 8 лет. 2013 год. Поселок Березовка спустя 8 лет после зверского убийства школьницы постепенно вернулся к нормальной жизни. К Софье Жуковой приезжает ее 70-летняя подруга Анастасия Михеева. Она продала квартиру и собиралась переехать к дочке в Москву. А пока идет переоформление документов, напросилась погостить у бабки Сони. Но вскоре Анастасия Михеева бесследно пропала. Тревогу подняла ее дочь, так и не дождавшись матери в Москве. Последним, кто видел Михееву, был почтальон, который принес обеим старушкам пенсию. И снова Софья Жукова вышла сухой из воды. Сыщики провели в ее квартире обыск и нашли на стене следы крови пропавшей Анастасии Михеевой. Жукова объяснит это тем, что накануне исчезновения у них с подругой произошел конфликт. У той поднялось давление и пошла кровь из носа. А к самому исчезновению она не имеет никакого отношения. Якобы та после ссоры собрала вещи и уехала в неизвестном направлении. Следствию нечего было предъявить Жуковой из-за недостатка улик. И она снова осталась на свободе. Но спустя 6 лет хабаровская баба-яга снова заставила всех говорить о себе. Совершив свое третье кровавое убийство.